Министр энергетики Казахстана на заседании правительства сообщил, что в сутки в страну заезжает порядка 4,5 тысяч единиц грузового транспорта, из которых примерно 70% это иностранные авто. И они покупают достаточно серьезный объем дистоплива на казахстанских заправках. К началу уборочных работ в регионах это может привести к дефициту топлива. Глава Минэнергетики Булата Чулаков отметил, что их ведомство решилось на введение дифференцированных цен на дизельное топливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объема потребления и от вида транспорта. Согласно проекту приказа для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр. Также для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, лимит сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр, добавил министр энергетики. Помимо этого, по словам Булата Кчулакова, в настоящее время рассматривается оптимизация и перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить там объемы производства топлива. Для решения вопросов текущей ситуации с аномальным спросом на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и автозаправочных станций. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы будут импортированы. Проект приказа находится на онлайн-обсуждении до 18 августа на сайте открытой НПА. В свою очередь, как подчеркнул премьер-министр страны Алихан Смаилов, дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта необходимо ввести уже с 20 августа. Он также подчеркнул, что соответствующую работу чиновникам нужно провести с владельцами автозаправочных станций, а граждане Казахстана не должны испытывать трудности в связи с нововведением. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН